Я сегодня мав, до речи, возможность и честь спілкуваться и с министром обороны Сполучених Штатов. Один на один или во время официальности? Перед парадом, когда мы ждали начальника парада, я до него подошел вместе с моим коллегом Виктором Гласюком. И мы несколько минут поспілкувалися и с министром обороны, и с спецпредставником Держдепартамента, паном Волкером. А вот давайте мы об этом сейчас поговорим подробнее. Просто это очень важный момент. Очень хочется понять, какие тезисы вам озвучил господин Мэттис, господин Вокер. Я ему озвучил наше бачение. Он молчал. Я подякувал за поддержку Сполученными Штатами нашей страны и боротьбы украинцев. Я подякувал за решение Конгресса и президента по новых санкциях. Я попросил министра обороны и представника Держдепартаменту нарешті вирішити питання на виконання Будапештского меморандума и виконання гарантій за ядерним меморандумом, надати в Украине зброю. А главное – это поддержка в экономическом плане. Нам требуют новые рынки, нам требует реализация нашей продукции. Мы втратили российский рынок, мы втратили и другие рынки колишнего радянского простору. Для того, чтобы нам быть сильными, нам нужно больше продавать свои продукции. И самое главное, про что я сказал и пану Метису, и пану Волкеру, и послу Соединенных Штатов в Украине, пані Йованович, я им подякувал и сказал, что украинцы никогда не забудут тех, кто в этот очень важный для нас час был рядом с нами. А я не знал, что украинцы никогда не забудут тех, кто в этом не забудут тех, кто в этом не забудут тех, кто в этом не забудет 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 тех, кто в этом не заб